Итак, продолжение следует. Я напоминаю вам, что мы строим с вами вот такое вот платьице, моделируем, да, и нам осталось моделировать полочку, потому что рукавчик, переднюю часть юбочки и спинку мы уже с вами смоделировали в прошлый раз. Сейчас это выглядит у нас вот таким вот образом, ну, если точнее быть, это вот так вот у нас выглядит, да, и сейчас мы подойдем к моделированию полочки, потому что она представляет из себя достаточно интересную такую вот историю. Давайте возьмем чистый лист бумаги и будем работать на нем. Итак, наша полочка. В прошлый раз, так как мы заметили, что нам нужен очень большой запах, мы сделали вот такую вот, сделали мы ее вот такой двойной. Что дальше? Никаких сборочек, выточек вот здесь мы не видим. Значит, эти выточки надо куда-то убрать, чтобы они нам мешают для того, чтобы мы могли нарисовать тот вырез, который мы хотим видеть на фигурке. Давайте уберем их временно, хотя бы, хотя бы, ну, давайте уберем вот сюда, вот сюда и вот сюда уберем эти выточки. Для этого сделаем вот такие разрезики. Напоминаю, что прибавочки все здесь нулевые, но по груди один сантиметр это не считается. И делаем, складываем, закрываем наши выточки. И хорошо видим при этом горловинку. Вспоминаем про спинку. Помните, мы там полтора сантиметра, вот здесь вот укорачивали на полтора сантиметра проймочку. Так, и пять сантиметров у нас осталась наша ширина плечика. Пять сантиметров. Вот я нарисовала. Эти же пять сантиметров я нарисую с этой стороны, да. Ну, а теперь, смотрите, я могу нарисовать и наш вырез. Я могу нарисовать вырез. Значит, вот эта линия груди, я хочу, чтобы у меня не слишком она была открыта. Значит, я должна прийти повыше линии груди сантиметра на четыре хотя бы. И нарисую свой вырез примерно так. Ну, и, соответственно, с этой стороны он будет выглядеть вот так. А дальше у нас идет вот такой вот запах. Вот такой вот идет запах. То есть, по сути дела, вот эта линия у меня должна продолжаться и уходить куда-то вот сюда вбок. Вот и все. Вот у меня и набросалась, и родилась вот эта линия. Сейчас я нарисую вам ее поярче. Итак, значит, мы обводим вот эту часть. Ярка. Так. И обводим вот эту часть ярко. И вот это обводим. Так. И вот это нас больше не интересует. Левая часть полочки нас больше не интересует. Отрезаем. Так, как видим вот этот вот запах. Все. Нарисовали. Дальше. Вот здесь выточка. Она нам мешается, эта выточка. Значит, мы должны ее вот так вот закрыть. Талиевая выточка. Потому что прибавки по талии нулевые. А с этой выточкой что делать? Так как у меня драпировка, должна быть прибавка по талии тоже нулевая. Я тоже ее должна закрыть. Но она у меня не закроется, потому что у меня она не доходит вот до какой-то, до какого-то отрезка. Она никуда не доходит. Поэтому вот эту выточку закрыть так, как эту, я не могу. А я могу ее что сделать? Просто сдвинуть вот сюда. То есть вот эту величину измеряю, откладываю с этой стороны, вершинки, вершинку переношу сюда, как в рельефчиках мы все это делаем. И выточку я сдвинула, то есть я учла вот в этом боковом шовчике. И уже наш боковой шовчик у меня стал вот это все лишнее. Я его тоже убираю. И так талия у меня получилась нулевая. Я уже могу приступать к выполнению моей драпировки. А за счет чего она получается? Да за счет вот этой выточки, которую мы открыли временно. Сейчас я ее раскрою вот в эту часть. Драпировка идет вот в этом месте. Значит эта выточка должна открыться вот сюда. Давайте так и сделаем. Значит нарисуем отрезочек. Вот такой. И по нему разрежем. Не доходя 1 мм до центра груди. После этого выточку, которую мы отрезали временно, мы закрываем. Вот она у нас вся закрылась. Совершенно замечательно. Так. И открылась она у нас вся вот в этом боковом шве. И собственно говоря, моделирование наше на этом все закончилось. Поясняю, что нужно делать дальше. Дальше мы убираем часть нашего плечика. Отсюда. Так. Закрепляем вот эту деталь на ткани. Я сделаю это вот такими вот маленькими детальками. так, 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 что у нас тут есть. Ну и давайте вот это вот закрепим. Да. А теперь, что мне нужно добавить на ткани. На ткани мне нужно добавить вот эту вот историю. Далее у нас с нулевой прибавочкой. Она остается как есть. Вот такая. А здесь у нас будет посадка, вернее сборка. Мы на две широкие строчки соберем. Вот. Мы на две широкие строчки соберем с вами вот эту часть. Стянем до какой величины? Давайте измерим. Значит, здесь у меня 5 сантиметров, а здесь 4 с половинкой, 9 с половинкой. Стянем на 9 с половинкой сантиметров. Вот эту часть. И наша полочка. Вот эта деталь, вот эта деталь, вот эта деталь у нас будет готова, собственно говоря. А что же делать нам с той деталью спинки, нижней деталью? Нужна нам вот здесь такая большая драпировка? Может быть и нужна, потому что когда вы ее натянете, там она останется. А можно эту драпировку сделать, оформить выточкой? Посмотрите, у вас же вот у нас сейчас нет вот этой части полочки, как бы, да? Вот у нас ее нет. Но она у нас будет выглядеть сначала точно так же. Вы вместо, на ней, вы вместо вот этой большой открытой выточки, вот сюда проведете перпендикуляр, можно провести перпендикуляр вот сюда. По нему разрезать нашу выкройку, и у вас хлопнется, закроется вот эта выточка. И вот эта, если ее считать правой частью, вот эта правая часть полочки, да, она будет содержать вот здесь вот такой вот шовчик. То есть она будет выглядеть вот так. Вот так здесь будет гладко, и вот здесь будет выточка открываться. Все. Она будет построена у нас. Ну и на ней же должна сохраниться еще и вот эта выточка. А можно эту выточку объединить с этой. Вот так, дорогие мои, мы решили поставленную нами задачу. То есть мы смогли построить конструкцию вот этого платья. Вот так оно выглядит спереди, и вот так оно выглядит со стороны спинки, да? Спинка, еще разочек, у нас вот так оформлена, не содержит отрезных шовчиков, да? А полочка содержит отрезную линию талии. Поэтому спинка выглядит у нас вот таким образом. Прибавки все нулевые. Спинка выглядит вот таким образом. А рукав и передняя часть, юбочка, юбочка полочки, выглядят вот таким образом. Здесь на юбочке, конечно же, сгиб. Это боковой шов, это линия талии, я думаю, все понятно. И вот так вот красиво с помощью лучевой раздвижки мы построили с вами крылышко. Деталь сегодня очень модная, очень актуальная. Ну и у нашей модели, похоже, эта крылышко еще состоит, вот здесь имеет вот такой разрез. Пожалуйста, располагайте, делайте, обрабатывайте это, и будет вам счастье. Ну и, конечно, в завершении нашей темы, вот таким образом у нас выглядит полочка. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось сегодня вам рассказать. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Изделие оказалось не таким уж сложным, на самом деле, как может показаться с первого раза. И я думаю, что у всех у вас все получится. До новых встреч! Всегда ваша Галина Коломейко.